Въездная аллея В те времена хозяином усадьбы был князь Андрей Иванович Вязинцев Почему усадьба называется Оставьево? Существует легенда, слушайте, Андрей Иванович не знал, как назвать свою усадьбу И он решил, кто приедет к нему в гости и скажет первое слово, так и будет назваться Оставьево Усадьба И первым гостем был Александр Сергеевич Пушкин Он выбежал из кареты и побежал в дом, а кучер его крикал О багаж, Оставьево И эти слова дали название усадьбе Что это такое? Для чего это нужно? Это чудесный венчик Его используют весной при таянии снега Открывают венчики, спускают в воду, которая вытекает с другой стороны нашей аллеи Пойдемте покажем Ребята, посмотрим, пойдемте Пойдемте посмотрим Ребята, я нашел карту Ну что, идем в дерево, наверное. Пойдемте. Высокое какое. Высокое, огромное. Детки высоко высоко. Варя, а ты теперь нам ответь, как называется это дерево? Ты же у нас ничего не знаешь или что-то знаешь все-таки? Это береза, осина или дух? Дети не подсказывают, что это, Ваня. Какое дерево? Сосна. Ой, ничего себе. Да, правильно. Сосна? Нет. Что ты, Ваня? У сосны иголки. Посмотрите внимательно. У этого дерева есть иголки? Нет. Так какое это дерево? Дух. Правильно. Ребята, смотрите, что я нашел. Это же завание нам дали. Ну давайте посмотрим, что здесь такого интересного. Так, смотрите, ребят. Здесь нужно подобрать листочек к нашему дубу. Я знаю. Ну давай. Ребят, обратите внимание, что такое же дерево стоит у главного входа только с другой стороны. Видите? Да. Смотрите, оно такое же, как и это. Такое же самое дерево. Да. Смотрите, оно стоит. Даже ты одно расскажи нам, что ты об этом знаешь. Я знаю, что собакам деревьев, то есть дубы, обозначают, что семья очень гостеприимная. Ребят, посмотрите, какой великолепный вид у нас нашего балкона на пруд. Посмотрите, какой он красивый и замечательный. А кто знает, что было на той стороне пруда в том здании? Школа. 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 Молодцы. Даже кто эту школу построил, ты знаешь? Школу построила Мария Вяземская. Мария Вяземская построила школу. Здорово. Молодец какая. Эту школу более 150 лет открывала свои двери 1 сентября. Ребята, смотрите, сколько здесь книг. Целая библиотека. Это памятник. Карамзином перед вами несколько домов государства российского. Истории государства российского, да, Наш? История государства российского. Отлита из бонзо. Какие большие книги. А что это за коробочка с пером? Да это что такое, интересно, Даша? Это чернилица. Так. Когда не было карандашей и ручек, писали специальными чернилимами и пером. Интересно. Ребята, сколько здесь книг, как вы думаете? Давайте посчитаем. Много. Давайте посчитаем. Обойдем? Давайте обойдем памятник. Давайте. Так. Памятник. 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 Пять. Пять, Крис. Пять? А давайте полностью обойдем. Давайте. Мне тоже очень интересно. Пять. 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 Семь. Семь. А вот смотрите, у меня есть такие задания. Тоже они очень даже интересные. Давайте мы. Смотрите сюда, ребята. У нас, смотрите, здесь первая картиночка и вторая. Третья и четвертая. Нужно найти отличие между первой и второй, третьей и четвертой. А ну давайте попробуем. Так. Жизнь тебе какой-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Александр Сергеевич Пушкин Это Пушкину памятник, да? Ребят, этот памятник отлит из бронзы. Вот посмотрите на боковые грани строки из его стихотворения. Ребят, а что писал Александр Сергеевич Пушкин? Рассказки, поэмы, рассказы. А какие сказки написал Александр Сергеевич? Рыбак и рыбки. Ребят, у меня есть такие задания, очень даже интересные. Нужно угадать сказку в центре листа, а по бокам есть тоже сказки. Видите? Да? В этих квадратах. И нужно угадать, какая из этих сказок подходит к этой центральной картиночке. Следующая точка нашего маршрута это мост. Ну пошли к Маску, ребят, пойдемте. Ребята, как вы думаете, как называется этот мосик? Как называется этот мосик? Круглый, квадратный или горбатый? Как вы думаете? Горбатый! Горбатый, молодцы какие, да, действительно, ребят. Это горбатый мостик. А Даша у нас знает, для чего этот мостик служил раньше. Даша, расскажи ребятам. На другом берегу что было раньше? На другом берегу были огороды и сады овеса. Князя Вяземского, да? Князя Вяземского. Так. Овесы там еще были. Овесы, может быть. Он служил переходом на другой берег. Следующая точка нашего маршрута это беседка. Ребята, как называется беседка? Кто знает? Давай дальше. Это храм Аполлона. А кто такой Аполлона? Кто знает? Это такой... Бог искусства. Бог искусства. Это Бог искусства. Это Бог искусства. Это Бог искусства. Он любит. Он любит. Его меню неçu в». Он любит 저а. Он любит. Он любит мне. Он манит. Он любит! Он любит. Он любит. Даша, что понравилось тебе в парке Оставьево? Мне понравилось памятник, где стояли книжки и чернила с пером. Мне понравилась эта беседка. Какая беседка? Храм Аполлона. А чем она понравилась тебе? Что? Вместо крыши там голубое небо было. Ребята, мы с вами одели в музей Оставьево Оставьево. А теперь давайте нарисуем, кому что понравилось. Кирилл, правильно, правильно. Возьми водичку. Водичка. Я так не рисую. Возьми водички. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok